Я уже знаю, что вы скажете, ты чё, еблот, что ли? Интересно, что это за придурок сейчас будет нам втирать какую-то дичь про свои задвиги? Итак, да, я люблю, когда у меня температура, и я не мазохист, спросите вы меня, я скажу, нет. Вот чему нужно удивляться. Как молодые пары, а может и не молодые, покупают плётки, например, играют во всякие игры, ужасно, ужасно, вот это ненормально, да. А есть и мазохисты ещё, да, эти плётки, это всё, это нехорошо, да. Я даже порнуху не люблю. Отвратительно. Зачем вам нужна эта информация? Вы знаете, незачем. Здесь есть смысл. Наш мир так устроен, что... Здесь философия. Люди непростые создания. И у нас очень много странных задвигов, и не нужно им удивляться, когда вы смотрите на каких-то посторонних людей, которые, кажется, ведут себя странно. Ну, главное, чтобы кого-нибудь не насиловали, а так, что-нибудь такое необычное. Это, возможно, значит, у них какие-то внутренние проблемы, нужно понять и не осуждать. Я не шизик, и я не люблю, когда меня пиздят палками, или, например, когда я болею, ну, я имею в виду, когда у меня насморк, там, кашель, может быть, у тебя понос. И это пока молодые проблемы, потом спина начинает болеть и так далее. Она уже... Вот. Потому что прям надо сидеть. Все выпрямились дружно. Оп. Раз. Дело в том, что многие используют вещества, чтобы попасть в трип, а именно избавиться от трезвости. Например, это алкоголь. Вообще обухать будут, кстати. Наркота. Ну и какие-нибудь еще вещи более-таки индивидуальные. Потому что все эти вещи лишают нас трезвости, а человеческий разум таков, что иногда или постоянно он хочет выйти из состояния трезвости, потому что это иногда... Это пиздец. Трезвость. Разум. Разумность человеческая. Это, с одной стороны, наказание. Потому что если человек постоянно находится в разуме, для него самого это может быть стресс сильный. Это может быть очень травмоопасно, я хочу сказать. Очень травмоопасно, может быть. Если человек находится постоянно в разуме. Да. Температура. Та самая, про которую я говорил. Это моя таблетка опьянения. Для того, чтобы я попал в трип. То есть это мое личное трип, короче, трипология. Мое личное путешествие в мир сказочных снов, когда у тебя температура 38 херачит. У меня такие сны потрясающе снятся. Просто замечательно. Я какую-то хрень пытаюсь взять. Она мерзкая. Я такой, фу, не надо ее брать. А я беру еще. Я ее начинаю трогать, жамкать. Я говорю, фу, не надо. А я продолжаю трогать. Я говорю, не надо. Она мне не нравится. Не нравится, говорю себе во сне. Это своего рода трип. Потому что в момент, когда у тебя... Ну, я не люблю, когда у меня температура 40. Это понятное дело. 39 с хером и так далее. Это не то. Вот мой, знаете, градус нужно не повышать даже здесь. У меня от 37 до 38 неплохой такой вот. И вот в этот момент ты чувствуешь такое приятное даже ощущение того, что тебя не волнуют проблемы. То есть это действительно в этот момент ты... Ты никакой. Ты просто больной и все. Ты как бы встаешь. Если у тебя башка там не раскалывается. Или ты не блюешь. Этого у меня в принципе не бывает. Поэтому мне это и нравится. Ты как бы встаешь или лежишь. И ты понимаешь, что я смотрю что-то, видосик там. Или просто лежу, в потолок смотрю. И я не думаю о проблемах. Я не думаю... Ну, о каких-то несерьезных, понятное дело. Ну, если дом не горит там или еще что-нибудь. Я не думаю о том, чем бы мне сегодня заняться. Или там нужно идти там, я не знаю, к цели. Или займись чем-нибудь. Планируй что-нибудь. Я жалею, что сегодня опять что-то там куда-то не сходил. Ну, короче, какая-то ерунда. Какие-то вот эти мысли. Они полностью отходят в этот момент. Потому что тебе просто заебись. Ну, как, хуёво, но отлично. С одной и с другой стороны. И еще интересный квест, когда ты встаешь. А, блядь, такой. Идешь у тебя в сортир, сука. В сортир. Холодно, холодно. Хотя жарко, может быть, даже холодно тебе. И ты сделала это. И ложишься. Хорошо, хорошо. И снова продолжаешь кайфовать. Потому что делать ничего не надо. Нет ощущения того, что я просрал день или два. Вот у меня так. У кого-то наоборот, типа, фу, не люблю болеть. Все планы рушатся. Да, в том-то и дело. Это если у вас активная какая-нибудь жизнь. Или все время интересные планы. Или срочные бабки нужно зарабатывать. А вы тут прихворнули, еще что-то. Или какая-то важная встреча. Это, конечно, всегда обидно. Как даже мне. Но зачастую мне ничего я не делаю. И я всегда радовался, когда такой, блядь, да охуенно. Сейчас будет 38 температур. Я буду кайфовать. Думаю, мне будет хуево. Мне будет организм хреново, а мне хорошо. Мозгам, понимаете? Мозг, он же ебанутый в этом плане. Он такие вещи творит. Знаете, как теория такая есть интересная. Мозги, это организм, который вселился в человека, как в тело, в обезьяну. И превратил нас в людей. Он управляет нами, на самом деле. Сейчас тело, оно отдельно. Знаете, какое доказательство этому есть? То, что если иммунная система доберется до нервной системы, иммунитет, если доберется до мозга, ему пизда. Вот так вот. Это серьезно. Можете прочитать. Я, кстати, сам сейчас прочитаю. Может быть, это неправда. Иммунная система атакует нервные клетки. А это значит, что наш мозг чужеродный. Понимаете? И поэтому здесь вообще не... Я вообще не удивляюсь никаким человеческим поступком. Чего тут удивляться? Это ж вообще, она... Вот, да. Так что, ребята, будьте милосердны. Ой, будьте... Проявляйте сочувствие. Поймите, что мы все шизики. Просто в разной степени. У кого-то она слишком явная, и он срет на прохожих с балкона. Или, не знаю, плюет через левое плечо, когда перебегает черная кошка. Это все шизофрения. Но, одним словом... До свидания.